Добро пожаловать в Blockchain Hub Ты у нас мега известная личность Последние пару дней Особенно со вчерашнего вечера Поэтому сперва представляемся Михаил Чубанян основатель Blockchain Hub Биржи Куны Дмитрий Васильев основатель ВЕКС Приемники ПТЦЕ Если не знаете кто такой Дмитрий Вбейте в РБК Только в российском, не в украинском ВЕКС И много прочитаете интересного Косвенно описано о нем Я предлагаю построить следующим образом У нас есть очень горячие Вопросы и темы Которые интересуют Назовем их вкладчиками Клиентами биржи ВЕКС Мы их оставим на потом Потом сделаем короткое видео Там где ты конкретно отвечаешь на их запросы Мы там собрали с форумов Собрали в общем с интернета И но пока построим Предлагаю построить следующим образом Чтобы все были на одной волне Давай начнем немного с истории Как все начиналось Потому что там кроются ответы на то Что происходит сейчас Хорошо Итак Прошлый год 2017 год Запомнился многим Лето запомнилось тем Что биржа БТЦЕ Остановилась Если не ошибаюсь Это было 25 июля Правильно? Ну да 23 и 25 25 Да И потом на сайте БТЦЕ.ком Мы видим Что написано Этот домен был FBI FBI Да Такое же видели В коке Черная пятница была Да Вот После этого началась паника Было много там Да Много денег было на бирже Все паниковали В основном это конечно были граждане Постсоветских республик Но тем не менее Я думаю Там много было и азиат И европейцев И так далее Скажи мне Процентов 80 на самом деле 80-85 Было русскоговорящие Поэтому да Азия это был Китай Вьетнам Ну немного Европы Отлично Скажи мне Как Вот был БТЦЕ Не забываем Тогда давай сразу Начнем еще Есть такой персонаж Который до сих пор Находится в Греции Александр Винник Вокруг него Вся эта история В прессе И развернулась Ты уже Немало был Внутри Самого БТЦЕ Скажи мне Что произошло Почему арестовали Винника Твое мнение Сам Александр По моей информации Был там В разработке ФПР Последний год У них Основные претензии Это Граждане Америки Отмывание Потому что В 2014 Они Принимали Деньги От американцев И Основное Обвинение Конечно же Это поступление Денег С МТГокс Причем По мнению Американцев Это Были сразу Прямой перевод На холодный кошелек То есть Я это не проверял Но На все мои попытки Оправдать И объяснить Что Слушайте Это крипта У крипты Нет прилагательных У крипты Нет украл Вы сами Виноваты В созданной системе ФБР Отвечали Просто Что У нас Есть доказательства Он Виновен Он Против Нашей системы Поэтому Мы хотим Чтобы Правосудие Добралось До него Кто Он Александр Александр Я понимаю Кто он Для ВЭКС На тот момент Для БТЦ Просто Много Много Версий Есть Он Одна Из Обменок Как я вижу Он Был Финдиром Бухгалтером Он Работал С Фиатом Создание Счетов Аффилированных Компаний Прием Фиата Взаимодействие С манипол Взаимодействие С контрагентами Были на нем Прослеживается Его связь С FX Open Потому Что Последние Платежи Были Во-первых Верификация Была Через X БТЦ Многие Помнят И Можно Было Зачистить Деньги На FX Open И Они Попадали Тебе Чудесным Образом На баланс В кодах БТЦ А тогда Арбитраж Был 10-20% С Китаем Поэтому Все активно Этим пользовались Но ты говоришь Как-то не уверен То есть Ты не уверен Что он был Финансовым Директором Ну это Внутренние Дела Компании Поэтому Никакого Отношения К БТЦ Не имел И не имею Косвенно Поэтому Здесь Хорошо Когда Говорим Про Веника И про Те события То Мы тут же Вспоминаем Другую фамилию Майзус Да Кто Этот человек Это группа лиц Это один Первоначальная версия Что Именно Майзус Сдал Манипола Да Я был тоже В этом уверен Майзус Сдал Веника В том числе Фоборовцам Но потом От трех Независимых Источников Я увидел И мне доказали Что Майзус Узнал о существовании Веника БТЦ Через полдня После закрытия сайта То есть Человек Действительно Он достаточно крупный Форекс Игрок У него Платежная система Манипола И БТЦ Был не самым Крупным игроком Понятно Что там какие-то Финпотоки Были Возможно Не совсем Белые Прозрачные Но Сам Сергей Информацию То есть Он был Одним Из поставщиков Финансовых услуг Он был Основным И Сепа Был через него Хорошо Хочу тебе сказать Что я не следователь Я не журналист Просто вот так Волею судьбы Ты оказался в Киеве Вчера вышла новость До этого выходили новости Поэтому Я тебя пригласил На запись Данного видео Так как Вижу что Эта тема Бударажит Интернет сейчас Поэтому Ты не обязан Отвечать на те вопросы Которые ты Не хочешь Мы тебе Ни к чему не Принуждаем Окей Хорошо То есть Вот Конец июля Дальше мы Знаем Что там Где-то писались На форумах Что мы Через неделю Поднимемся Поднимемся Кто писал Эти комменты Есть у тебя Информация Наверное Старая администрация Потому что С ними Вылась Плотная работа И Принять биржу Особенно чужую Это ни день Ни два Ни три То есть Поймали только По твоему мнению Финансового директора Винника При этом Он Ответственный был Только за фиатную часть Да Соответственно Арестовали 38 процентов Которые Мы В итоге Увидели На бирже Это Фиатные средства Были На тот момент Арестовали больше 50 Но Из-за роста курса Это превратилось Получилось Выплатить больше Я тебя понял Супер Как появился ты Последние несколько месяцев Мы активно Помогали Оказывали Агентские Питупи Обмены Это ты говоришь Сейчас Про начало Лета Был клиентом Крупным В свое время Когда объем На потенци 14 тысяч Биткоинов Я посмотрел У меня на аккаунте Три с половиной Тысячи Биткоинов Где-то Процентов 25-30 В моменте Торговали По битку У нас уже Была команда Разрабатывали Биржу Правда Команда Это не очень Хорошо Закончила Они решили Уйти В свое Когда миллионы Насыпают Зачем работать Они как раз Нас бросили За неделю До запуска Мы оказались Парализованы Была готова Сформирована Команда По операционной Действенности По обменам И тут Легло БТЦ Мы делали Модель БТЦЕ БТЦЕ Был главным Конкурентом А тут Главный Конкурент Умер И так Сопало Что С языка Сорвали Что нужно Брать Как-то Интегрироваться Покупать Хорошо Как ты Проконтактировал Если мы До сих пор Не знаем Кто Собственник БТЦЕ Есть слухи В интернете Что это Владислав Сурков Есть Версии Что это Сам Сатоши Накамото Есть Версии Что есть Клименко Есть Некий Админ Мы не узнаем Будь то он Александр Есть слухи Он где то С Владивостока Есть слухи Что он С Николаева С Харькова С Минска Откуда угодно То есть Такой Сатоши Накамото Мы на самом деле Это не узнаем Поэтому Здесь Был контакт С человеком Как ты С ним контактировал С жабом Окей То есть Ты был крупным Игроком На БТЦЕ У тебя был Прямой контакт С админом Хорошо Окей Так И ты пишешь ему Что Что делать будем Что делать будем И он отвечал То есть Учитывая события ФБР Все дела Админы Как правило Технари Люди Скрытные Он Никуда Не исчез Ничего Слушай Ну видишь Оказался Таким Достойным Человеком Чести Мог Уйти С балансами Слухов Много Было Что Если Картель Кали Деньги Поэтому Найдут Закопают И наши Братья Восточные Южные Тоже Какие-то Движения Делали Поэтому Здесь Пошел На встречу Основная Задача Была Это Вернуть Максимально Людям Деньги Отработать Балансы Заблокированные Освободить Винника И конечно же Побороться За фиат Заблокированный Не все Сделали Это Ты С ним Обсуждал Конечно Это Те Цели Которые Хорошо И Он Тебя Лично Ты С ним Встречался До Этого Момент До Этого Нет Мы После Виделись Но опять Знаешь Тот Человек С кем Я Виделся Это Не Факт Что Тот Человек Переписывался Поэтому Здесь Все Завалировано То есть Кто На самом Деле Управляет Управлял БТЦЕ Мы Не Знаем Да Соответственно Я Предполагал Что Мне Эта Информация Возможно В жизни Не Пригодится Поэтому Я Сознательно Не знаю Имя Не Фамилию Меньше Знаешь Лучше Спишь Правильно Да Окей Хорошо И Он Соглашается Дать Тебе В Управление Мы Заключили Договоренность Устно Что Через Месяц Два После Того Как Все Заработает Полностью Переходит Управление Он Уходит На Покой Пишет Книжку И Человек Устал От Крипты Я Понимаю Когда-то 5 дней У станка Потому Что БТЦЕ Своим Суппортом Не Отличалось Скоростью Я Понимал Что Там Действительно Все В ручном Режиме Все Работает То Что Динамики Не Было По Добавлению Новых Монет По Смене Дизайна Как БТЦЕ Появилось Но Сейчас Только Кнопочки Добавились Красненькие Но За 5 лет Это Маловато Будет Еще раз Тогда Админ Договорился С тобой Через Жабер Что Ты Получаешь Управление Биржу Он Тебе Передает Полностью Всю Крипту Оставшуюся Правильно Понимаю Да Управление И Ты становишься Новым Собственником А С него Снимаются Всякие Претензии И вопрос Правильно Тебе Наша Зача Выкупить Максимально Быстро Выкупить Токены Окей Так Хорошо И Ты Начинаешь Работать С командой Да Конечно Перестроили Команду Набрали Новых Сотрудников У тебя Не было Вопросов Месяц Назад ФБР Было Не Последняя Структура В этом мире И Тут Ты Открываешь Брендом Во-первых Юристы Правильные Во-вторых По английскому Законодательству Там Были Там Английские Компании Крипта Это Цифровой Актив Поэтому Мы Купили Только Базу Данных Мы Не Касались ФИАТа И Я Утверждаю И Могу Доказать Что Криптовалюта Она Не Имеет Свойств И Прилагательных На то Что Там Рассказывают Ворованная Криптовалюта Белая Серая Чистая Мне Конечно Смешно Что Наши Банки Рассказывают Что Деньги Террористов Хотя Как я Вижу Банковская Система Она Изначально Неужели Банки Не видели Что Отмывание Знак Давай Без банков Пока Банки Это Большая Тема Не О них Сейчас Давай Все Так Расскажу Вчера В привате Был Карточку Хочу Открыть Вот Все В Киеве Хочу Сказали Что Нужно Подтверждить Каждый Раз Пронесение Деньги Справка О Доходах На Мое Возмущение Что Я Пожелал Банкам Как Можно Меньше Жить Соседний Клиент Поддержал Мне Да Вы Правы Они Мошенники Видимо Человек Тоже Наболело Наболевшая Тема Банки У нас Стране Окей То есть Карточку Тебя Не Не Открыть Пользуйся Криптов Окей Сентябрь Октябрь Ты Уже Управляешь Биржей Напрямую Да Конечно Домен На тебя Оформлен Домен Оформлен На меня Потом Оформлен На компанию Открыли Компанию В Сингапуре Да Убирали Зону Юристы Подсказали Кто Собственник Компании Сто Процентов Я Окей И это До сих Пор Да Окей Хорошо Какая Связь Между Компанией И Холодными Кошельками Есть ли Юридическая Какая-то Связь Юридически Не было Мы были В процессе Передачи Дел Текучка Она Просто Поглащает Потому что Конференция Реклама Сопросы По верификации Какие-то Проблемные Клиенты Налазить Работу Суппорта Финандела Действительно Это было Достаточно Сложно И Юридические Адвокаты Отвлекали Суды В Греции Еще Надо было Грекам Заниматься Ну Виньком Работать Оффлайн Адвокатами И работаем С адвокатами По крипте Поэтому Мы все Откладывали Откладывали И На самом деле Ты занимался Виньком Тоже Конечно Что там Консультация Адвокатов Поездки В Грецию Поиск Какие-то Доказательства Потому что Тут Не то что Патриотическое Но Американцы В Греции Нашего Задержали Ну Как-то Немножко Я понимаю Что на его месте Мога Нашего Это Ты имеешь в виду Он просто потому Что ты гражданин России Он гражданин России Или нашего Потому что Русскоговорящего Окей Хорошо То есть Только на этом Да Без привязки К тому Что он был Финансовым директором По твоему мнению Опять-таки Финансовым директором БТЦЕ Те обвинения Которые предъявили БТЦЕ И Виннику Могли предъявить В моменте И сейчас Могут привить Абсолютно любому Криптосервису Есть американские Сервисы Там Ченжи Это питерский У нас Шипотам Шипшип Шипшип Которые меняют Но они в Панаме Но они американцы Он же насколько я помню Отказался От паспорта Американского Но не сейчас Понятно Что это компания Из Калифорнии Смол в том Что они меняют Биток на эфир Они также могли Поменять этот Ворованный МТГокс Биток на эфир Получается Они виноваты Все Я понял Локал биткоин Сколько грязи Сколько ворованных Деньги через него Проходит Любые биржи Которые Не требуют Верификации На тот момент Практически Никто не требовал Октябрь Все Ты уже управляешь Но холодных Кошельков У тебя до сих пор нет Да Мы не дули на крипту Потому что Понимали Что это зона риска И просто Если кто-то Если бы еще Вели нового человека В крипту Произошел бы Сбор Воровство Суммы большие Поэтому принято решение Очень аккуратно И крипто Касаться последней То есть там Вот как работало На ПТЦ Так и работало Холодные Горячие кошельки Все То есть Домен Сервера Суппорт Суппорт Это все было у тебя Фиат Полностью все у тебя Кроме холодных Кошельков Горячие кошельки У тебя Нет Горячие у кого были Ну если ты управляешь Серверами То ноды у тебя И горячие кошельки У тебя Слушай Ну сервера Сервер передали Программисту И Так получилось Что видимо Я стал заменой Видников Опять Только на фиате Крипте Не касался Крипте Крипто И ПТЦЕ Векс Хорошо Горячие кошельки Тоже у админа Будут Да Окей И так Просуществовали До Я подозреваю Ядваря месяца Да Уже там До января Уже были Какие-то там Планы масштабирования Легализации Крым Владивосток Какие-то там Административные Переговоры Окей Ну смотри Ты стал Публичным человеком Ездил на конференции Что ты являешься Генеральным директором ВЭКС Да Ты это не скрывал Все это делал Публично Красиво У тебя не было опасений Что к тебе может кто-то прийти Из Органов Или Не из органов Тема раздутая Когда пишут про миллиарды Дорого Опасения всегда были Но Во-первых Наши органы Немножко медленные Во-вторых Ну придут Доступа к репте У меня нет То есть я тоже Сознательно Ставился не касаться Потому что пытайте Не пытайте Ничего не получите Да И Мне всегда больше нравился Не копаться В таких Операционных процессах А там развивать Какие-то новые направления Рынки Конференции И поиск партнеров Ну придут И что дальше Все я понял Я понимаю Что ты говоришь Окей Что произошло В январе Ну уже там Видимо Череда последствий В январе Я понял Что там Команда удаляется Суппорт переехал И Стоп Суппорт переехал Ты генеральный директор Вели новых людей Кто? Наши новые партнеры Откуда они взялись? У тебя получается Партнер единственный Был админ Да Но мы как бы с ним С помощью Совета адвокатов Мы нашли Там Решили Что у нас будет Новый партнер Административный ресурс И Для масштабирования Для спокойной работы На территории Российской Федерации А что тебе мешало Ты только что сказал Что никаких проблем Не было Мы предполагали Что они могут быть Второй момент Мы всегда боролись За легализацию За обеление бизнеса Это абсурд В России все ходят С чемоданами кэша Обналивают Покупают битки А официально Ты биток купить не можешь Ты можешь его купить Через терминалки Причем здесь тогда Админ ресурс Ну вот как раз Админ ресурс По плану должен был Помочь Это все легализовать И сделать Такую Официальную Неофициальную защиту Чтобы мы спокойно Могли жить В России развиваться И спокойно Все чувствуются Окей Это какие-то Представители Связанные с государством Или это непосредственно Чиновники Ты можешь эту информацию Раскрыть Ну на самом деле Расследование РБК Андрей Захаров Он достаточно Интересно И качественно Провел Но здесь Я бы предпочтел Раскрывать Информацию После того Как будет понятно Что произошло с биржей На следующей неделе Мы уже поймем Сегодня у нас 10 августа 15-17 Либо вырежем Либо Вырезать не хотелось Поэтому если ты не уверен Я опять говорю Что ты не обязан Отвечать Спасибо за понимание Окей То есть Пришли Третьи партнеры Которые Цель которых Была Легализация И содействие Масштабирование Окей Почему вдруг Они у тебя Забрали у генерального Директора Суппорт И команду Каким образом Если ты генеральный директор Велись новые люди Потом предложилось Переехать Передать финансы Потому что Нелюбие заниматься Нашли какой-то Миллион 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 Не сходился Для простого человека Миллион это много Но когда у тебя Постоянные обмены Постоянные переводы Крупные Когда ты там Адвокаты получают Семизначные суммы И курсовое колебание Миллион На самом деле Я считаю Что это Разумная погрешность Хороший у вас бизнес Миллион Это погрешно Статистическое Я подозреваю Ни гривен И ни рублей Конечно Банальный пример Те перевели Биткоин кэш Четыре тысячи Биткоин кэш Он стоил по Тысячу биткоин кэш Он стоил по Четыреста долларов А на следующий день Он стоил Две с половиной Да И как бы В курс фиксации Ты частично Его меняешь Но это крипта Ты говоришь про фиат Нет, я говорю про фиат Крипту и квалет В фиате Окей, понял Хорошо То есть у тебя забрали Финансы То за что это было Я передал финансы Ты передал Вот этой команде Хорошо Команду Какую команду у тебя забрали Суппорт Суппорт от тебя Тоже ушел В управление Новых партнеров Мы согласовали Кого они забирают Менеджеров Финансистов Аналитиков Они решили не забирать Естественно Суппорт Решили забрать Окей То есть у тебя Осталось Твое лицо У тебя остался Маркетинг И что еще? Да И В январе Феврале Я понял Что мне отводят роль Только Говорящей головы Спикера Выступать на конференциях Причем Предлагали Разговоры были 20-30 тысяч В месяц Зарплату Расходы на конференции Были бы намного больше Ты сам знаешь Сколько стоит съездить На конференцию С опоставимой цифры С рекламой материалами И я объяснил Что я в эту историю Вписывался Не для того Чтобы Быть Наемным сотрудником А ты пока Вот эти полгода работы У тебя была зарплата? В чем была твоя мотивация? Ну ты бизнесмен Ты не миниционат Ты не чиновник Во-первых Работаем над капитализацией Во-вторых Я понимал Что это многомиллионный бизнес И его можно Вырулить И вернуть Ну опять же Выкупив токены Просто сделать интересный проект То есть ты работал На капитализацию? Окей В февраль Ты чувствуешь, что тебя отстраняют Что дальше? Ну Там Какие-то были попытки Переговоров Операционная работа Между кем и кем сразу Вас уже трое соответственно Потом группа уже появилась Там собрание Собрание были достаточно Неинтересные Там раз в неделю Ну Потому что Кто на них участвовал сразу? Ну Были как бы новые представители Новая команда Но новая команда Это был только ты Новая команда Или админ тоже присутствовал? Ну Знаешь Мне кажется Это я у них присутствовал Мне кажется так А ты у них присутствовал Окей Вот Поэтому я там уже занимался больше Там Азии Гонконг Я видел перспективу в Макао Потому что там действительно Крипта Уходит Прям подпольно И Миллионы долларов Ну Профессиональные игроки Выигрывают деньги Макао Надо там Миллион перевести в Америку Миллион перевести в Европу Они это все делают через крипту Я хотел открыть офис Макао Потому что понимал что это новый рынок Интересный И через Макао уже зайти в Гонконг И в Китай Потому что в Гонконге очень развита OTC сделки Там прям миллионы долларов Там тысячу битков Десять тысяч битков Покупают через банки И банки там все-таки еще ходят С Кэшингом как раз работает мало Это февраль месяц Дальше что происходит? Ничего В марте В марте со мной связывается Морячок Объясняет что Морячок мы говорим про гражданина Украины Рожденного в Крыму Наверное У него явно сейчас уже 2 или 3 паспорта Да Объясняет что Новая команда Новая команда И админ Перестали выходить на контакт Объясняет что все связи Весь контакт с Дмитрием А он откуда появляется? Тебе просто новые партнеры сказали Он теперь что? Да они познакомились Он настоящий владелец биржи И как бы все это принадлежит ему Окей Подожди Ну ты же партнер Да Меня грамотно подвинулись А то есть тебе сказали что ты теперь никто Теперь это все Они ничего не сказали Они перестали выходить на связь Ну подожди У тебя есть офис Подозреваешь в Москва-Сити Конечно Ну естественно Где еще криптовой может быть в России В Москва-Сити Хорошо У тебя офис Есть куча людей У тебя был суппорт У тебя были Суппорта уже не было Был маркетинг Подожди Суппорт куда делся Не могли исчезнуть Нет, в Суппорт другой офис переехал Уже в офис новая команда А то есть вывезли физически людей И в твою команду С января месяца уже офис Перевезли в другую команду Да Был маркетинг, который я как бы спонсировал Кормил Но опять же Это было там с собственного кармана Еще раз Ты платил за маркетинг Векси? Я платил за маркетинг Векси За свои деньги Да При этом техподдержка в другом офисе И техноли в другом офисе Да И админ дистанционно через жабель Да Ну Как-то нелогично Зачем? Ну Во-первых, я верил Во-первых, на мне все написано Записано Юридически Во-вторых, я верил в проект И На каком-то этапе В 8 месяцев жизни потрачено То есть это же было не ради денег Это было уже просто Вот зачем я сейчас заказывал сувенирку Готов помогать Вексу К этому сейчас мы придем Хорошо Появляется Позывной Морячок И теперь Представляют Что он собственник Долгие переговоры Да Долгие переговоры По переписи компании В какой-то момент я понял Что мне в России Находиться не совсем безопасно И Тебе угрожали? Слушай, мы это ставим за кадром Да В апреле я посчитал Что я считаю Парадокс Да Биржу Векс открывали в России Работали открыто А сейчас я считаю Что Россия это единственная страна Где мы находиться не безопасно Ты гражданин России Да Поэтому В апреле месяца меня в России нет Уехал из России Да Так И что дальше происходит? Ну Биржа Биржа почему-то перестала развиваться Если объем торгов в декабре был 100 миллионов То в марте В апреле он стал 50 Потом он постепенно падает до 200 Ну потому что Перестали работать с агентами Перестали работать с партнерами Стаканы опустили Ликвидности меньше Появился разрыв курса Векс стал стартоваться на 5-7% Мы сделали специальный калькулятор Чтобы видеть динамику Да Биржа начала потихонечку умирать Да Соответственно Потом Хорошо Ты действующий SEO Записано все на тебя Да Ты уехал С тобой кто-то коммуницировал? Кроме морячка никто Окей И что он тебе говорит Ты где? Нет Мы просто договаривались о сделке Как мы это проведем Изначально конечно мы договаривались на встрече в России Но потом я понял что для меня это не совсем безопасно И я успел слетать к американцам Потому что меня волновала судьба Гвинника Да Ну просто мне там поступила информация что ФБРовцы заинтересовались То есть было два варианта либо бегать от них и возвращаться в Россию Заинтересовались тобой? Да Ну это логично Предельно логично Я ждал когда И ты решил прийти сам? Конечно Так ты приехал к ним? Приехал к ним пообщались Меня волновала судьба конечно Грета Они мне объяснили какую-то информацию получил И дальше я поехал в Колумбию В поисках новых клиентов Интересно Так и что происходит дальше? Потом выходит статья на РБК Да выходит статья на РБК Ну а с тобой вот в промежуток с апреля по начало июня Только Морисок Он коммуницировал с тобой что давай перепишем Ну мы договаривались там условия сделки тоже Ну тебе предлагали деньги за компанию или за твои труды или еще что-то? Ну я озвучил изначальную стоимость мы торговались Но она там она со временем опускалась Причем понятно что сейчас компания достаточно проблемный актив Во-первых у меня самый главный вопрос зачем А кому было выгодно просто убить действующий бизнес Который генерирует 5-10 миллионов прибыли только комиссии на торгах Окей давай только не прыгать с темы на тему Значит в апреле тебе предлагали компенсацию за то что ты переписываешь Ну это уже не компенсация Частичная оплата труда Окей Ты уезжаешь в Америку Пишешь коммуницируешь только с морячком На какие темы? Когда мы встретимся перепишем? Да и как дальше развивать биржу Потому что я считаю себя специалистом И понятно что лучше меня мало кто поможет компании Соответственно я еще общался с Дмитрием Сутоминым Потому что он на тот момент уже покупал продавал коды Он даже с начала нового года Он отвечал за фиатную часть Он имитировал или не имитировал Но все крупные ссылки по кода походили через него Да и у меня там с ним были тоже какие-то договоренности И вот когда вышла статья на РБК Вот давай здесь паузу Давай Делаем паузу Вот эта часть мы проговорили прошлое А это будем считать настоящим Так ну что Я про кибер полицию еще поговорим Поговорим давай сперва Июнь Выходит РБК Со статьей Что происходит? Ты где в тот момент находился? Где-то в Европе Где-то в Европе Окей Ты до сих пор CEO Там ты очень четко Твоя имя и фамилия написано в этой статье Твои действия Какие-то действия вокруг тебя разворачиваются Что происходит? Слушай, мои действия простые Попытался еще раз выйти на связь Потому что Ну понимаю надо что-то делать Либо развивать Либо перепишите Ребятка Заберите там с меня Потому что я заложник ситуации получается Могу получить только негатив Ничего хорошего Денег не получил Ничего не получил Вот Опять же Там связь с Сутоминым Какими-то там финансовыми директорами общался Резко пропали со связью Он написал пост в фейсбуке Как я вижу ситуацию И как бы свой опыт Ну я думал что они как-то активируются Поймут что Что ты в двух словах Что ты написал в фейсбуке? Что никакого отношения не имею Все вопросы к Ракибу Потому что на странице Ракиб Ракиб это у нас российская ассоциация Ассоциация криптовалюты Да Причем на странице Ракиб Из десяти главных членов Их два Точно имеют отношение к Вексу Причем больше чем я Почему ты так уверен? Потому что Есть доказательство Они присутствовали на совещаниях На вот этих совещаниях Когда пришли новые Конечно То есть это представители От новой команды Все это члены команды Активные причем Активные члены И так как я последние полгода Грубо говоря не удел С начала нового года То логично Что они Больше владеют информацией А вопросы поступают ко мне Причем на всех языках мира И там с матами и перематами Окей Но при этом Ракиб Заявляют что они Никакого отношения к Ракибу Ну я с Арсением пообщался Ну Арсений более чем адекватный Но опять же Немножко непонятна позиция Ракиба Они бьют себя в грудь Что мы там главные Мы самые крутые Мы там с китайцами заключили Мы продали иск против гугла Против там фейсбука За все А когда вот примерно Вот ваши граждане Очень много граждан России Причем тысячи Есть десятки тысяч А Ракиб Ну мы ничего не знаем Мы ничего не можем Мы ни при чем Ну такая Немножко политическая позиция Окей Ты написал пост Что дальше? Что происходит дальше? Ничего не происходит вообще Никто не связался Ничего Морячок еще особо не общается Ну тут На самом деле надо признать Он из всей команды самый адекватный По общению По всему остальному Он по крайней мере Ну То что говорит Как бы Процента восемьдесят Выполняет И его действие Слова логичны Он не скрывается Никуда не уходит Он как бы открыт Для связи Окей Дальше Вот мы уже Создали чат В Телеграме С кем? Ну там очень много С пострадавшими Потому что месяц администрация молчит Там какие-то Сары Паркеры блокируют Админа Мы говорим про то что Не выходят деньги То есть невозможно заблокировать Да Самое главное администрация биржи Ну не дает Разумительных ответов Что происходит? Да у нас был админ Которого почему-то Бракируют Сара Паркер Кто это? Не знаю Куда-то представили суппорта Ну вот смешно да Там прямо в бедновостях было Что заблокировали админа Причем адмир был там богом всегда Он там все разруливал Доступы к крипте Его блокируют Соответственно Сейчас мало кто понимает Что происходит на бирже Потому что Разная информация Там кто-то Говорит что я виноват Причем Какие-то аккаунты появились На биткоин толки Векс офишл Векс инзет Это было да В начале этой недели Что там биржа закрывается Причем ну непонятно Простите Дмитрий Васильев выйди на связь Мы им пишем Вот он я А вы кто представьтесь Мы предпочтем остаться анонимыми Верните деньги Какие деньги? Которые на кошельках То есть разговоры Ну действительно Глухого и сливого Окей Вчера выходит Твое интервью На форклоге Форклогу не давал Никакое интервью Более того Сейчас У нас активно идет Процесс Заключения сделки Юридическое оформление Поэтому я Стараюсь сидеть Тише воды Ниже травы Откуда тогда взялась статья? Статья взялась Видимо из записи Вебинара У нас на чат есть 55 Вип-клиентов У кого Ну адекватных По крайней мере Которые Нормальные вопросы И мы общались Мы договорились Раз в несколько дней Встречаться В интернете Вебинар И я отвечаю на их вопросы Потому что в течение дня Читать всю эту ленту Там тоже много бреда Там еще моя бывшая жена Влезла Тоже там Про всю личную жизнь Существующую Уже У нас появилась Рядом со мной Проститутки Наркотики Секс Шлюхи Блэкджек Покер Казино Полный набор Вне кадра Хорошо То есть на данный момент Деньги забрать невозможно Да Причем как-то биржи странно работают Технически работают Месяц Депозиты работают Выводы не работают Выводы работают Или работали в ЗЭКе То есть там То что Санта-Барбара Даже я ничего не понимаю Что происходит Окей Ты должен Передать Права собственности На сингапурскую компанию На которую все оформлено Правильно я понимаю? Я работаю через юриста Есть доверенное лицо Которое общается с той стороной И я ему доверяю Он постарше Он опытнее Он может найти общий язык С двумя сторонами Он является гарантом сделки Соответственно Я подписал все бумаги Которые мне нужны Которые попросили Что сейчас ждем? Сейчас ждем Видимо там Сдачи отчетности Год прошел Как раз У нас год прошел После Открытия новой компании И какого-то Переоформления Согласования с регулятором Акры Но Ты уже все подписал То есть Со своей стороны Ты уже все выполнил Окей Хорошо Почему тогда По твоему мнению Не работает до сих пор проект Ну окей Домен это такое дело Ты можешь Перенаправить Куда-то Есть несколько сторон Три-четыре стороны Которые Не нашли Согласия И как раз Морячок Он может быть Единственным Человеком Стоп Откуда взялась еще Три-четыре стороны Если была одна Сторона Есть я Видно сейчас Что есть кто-то Контролирует Крипту Почему кто-то Если это админ Скорее всего Тот старый админ Непонятно Старый админ Говорит Что он передал дела Здесь Мы предполагаем Скорее всего Старый админ Окей Есть Суппорт Который Почему-то Может уже Заблокировать Старого админа Получается Доступ К Самой бирже Третьего Суппорта Возможно Есть Четвертая сторона Может быть Это и сам Борячок И Никто ничего не говорит Более того Тот же Сутомин После моего Изливания На фейсбуке К нему Обратились Сразу Кто это По моей информации Он Име отношение Фри Инвестор Айти бизнесмен В Ракибе Со мной связался Почему-то только Арсений Грубо говоря Если бы я На тебя Фейсбуке Указал Что-то неправду Ты бы со мной Захотел связаться Публично Непублично И выяснить отношения Еще раз Соответственно Выводы не работают Биржа До сих пор Оформлена Компанию Которая Являешься Собственной Компании Когда заработает Неизвестно Единственное Публичное лицо Которое Хоть как-то Отвечает Это ты Но при этом До юра Ты уже Подписал Но еще Не прошло По бюрократической Машине Правильно? Очень Интересная Ситуация Хорошо Ты считаешь Что морячок Это действительно Собственник Или он просто Исполнитель Твое мнение Опять таки Отвечать Не отвечать Тебе решать Ну конечно Он в крипте Не понимает Но за счет Общего Образования Сметалки У него получится Построить И управлять Система Биржа Такой же бизнес Такой же интернет-магазин Насколько я Из открытых источников В интернете Прочитал Он якобы Занимает Должность Так называемой Прокуратуре ДНР Какое-то По сбору долгов Что-то еще Еще раз повторюсь Он Один из самых адекватных С кем общался По крайней мере С ним Можно разговаривать Мы с тобой пообщались Он не прерывает диалог Как-то реагирует Потому что Другие ребята Вообще неадекватные То есть По твоему мнению Сейчас связи Кто не боится ФБР И никого не боится То есть Получается Сейчас Никакой связи С реальными Управленцами Назовем их так Биржи Нет Ни у кого Ну кроме морячка Наверное Я говорю про Есть слухи Что кто-то скупает Коды за 20% Ну это Известный пост Был в Фейсбуке Недавно Да Потому что У кого-то есть сайт Потому что там Была история Что 700 тысяч Ребята Разблокировали Себе Тоже через админ Рискурсы Нашли выход Есть какие-то Вип-клиенты По старой связи С админом У них получается Потому что Действительно Очень многих Обменников Балансы были Миллион плюс Суппорт После нескольких Месяцев Стал себя вести Неадекватно Блокируют аккаунт Причем Мне заблокировали аккаунт На вопрос Что случилось Что там Нам пришел запрос С правоохранительных органов У нас запрос с полицией Спасибо До свидания Окей Почему Вдруг всплыла ДНР В этой статье Вообще Откуда появилась Эта статья Было бы Меньше проблем И меньше шума Если бы Не звучала Непризнанная Республика ДДР В новостях Здесь В самоотношении Только Андрея Захарова Фамилия Андрей РБК Подписан И Морячка Потому что Морячок Дмитрий Хавченко Потому что Здесь На запросы На запросы Андрея Отвечал Но На запросы В Сингапуре Когда Можно Нанять Юриста И Который Будет Отфутболивать И отвечать На все Ненужные Потом Это дороже Почему Не идет Борьба За Заблокированную ФИАТ За год Практически Ничего не сделано И Не создан фонд Сейчас Уже Сами Клиенты Объединяются И пытаются Выстроить План Возвращения Твое Мнение Коль Ты был Единственной С кем Можно Проконтактировать Биржу Что сейчас Можно Сделать Биржу Можно Реанимировать Единственное Мое мнение Вариант Это Ограничение Выводов Чтобы Успокоился Курс Ограничить Небольшими Суммами Чтобы Крупные Держатели Сразу Не вывели Запустить Заново Процесс Торгов Будет Векс 2.0 Продолжают Верить Мне Конечно На ум Выходит Вспоминать Историю Маврода Который Посетил В тюрьме Вышел Миллиард Долларов Это Круто Идея Идея Все-таки Побеждает Для того, чтобы запустить Нужно Чтобы желание было У администрации Бизнес Не похоже Бизнес Супер рентабельный Супер прибыльный И Угробить его Не возвращать деньги клиентам Эти разборки устраивать Это будет громкое дело Потому что Кому обращаться Кроме тебя Никого-то нет Слушай, а то есть На самом деле Как раз Сотрудники бывшие Кому обращаться Ну В два Пока что я слышу две фамилии Это Твоя И Позывной морячок Дмитрий У меня подробное завещание написано Поэтому Ты завещание оставил Конечно Ну просто кроме Этих двух фамилий Тебя хорошо Окей Тебя можно поймать в Европе А Ну Учитывая то, что Дмитрий На Сайте Миротворец Украинском Его нельзя поймать в Европе И в Европе его не поймать Его единственное можно поймать Либо в Донецке Либо где-то на территории России То есть Здесь тоже Адвокаты, которые занимаются Винником Есть адвокаты, которые Занимались сделкой Поэтому здесь Я думаю, что Если что-то случится Или поймется, что Все уже конец То Тут вопрос Самое главное Действие наших правоохранительных органов Опять же В какой юрисдикции это делать Потому что Я сейчас столкнулся с проблемой Украденного Телеграма В общем совпало статья В Телеграм Сейчас Под моим Телеграмом Многие там Получают Ну я получал от тебя Запрос Пришли мне три биткоина Спасибо Спасибо, что прислал Соответственно Я пришел Ну там просто Восстановили по поддельной доверенности Сим-карту Получили Телеграм Урок номер один Ставьте двухфакторку на Телеграм Это важно Это работа Это я проходил еще в пятнадцатом году При обыске Это мы уже все знаем Поменяли на Киевстар Соответственно Я пришел здесь в киберполицию Без решения суда Ничего сделать не можем Ну Такова буква закона Здесь я готов Выступить адвокатом киберполиции Отлично Нет инструмента Быстрого решения Проблемы Мы сейчас не будем решать Проблемы Мы не будем решать Проблемы Но Моя идея Мы не объединявшись Мы сейчас все владельцы крипты Мы криптопартизаны Биржа накрылась Биржа скоманулась Какая-то там блокировка Мы пострадавшие Мы никак не влияем Ни на правительство Ни на банковскую систему Ни на что И только объединившись Потому что сейчас Интернету нужна Кнопка быстрого реагирования Украли Нужно также Быстро решить Получается Мошенники Они намного технологичнее И с помощью Битка их вообще не поймутся Я с тобой Полностью согласен Но Данная тема Это все-таки Векс и ты Тебя это волнует Меня это волнует Я этим занимаюсь Каждый день И я пытаюсь решить Эту проблему Но сейчас Не они Твое мнение Давай уже все-таки Нас смотрят Те кто волнуется За свои средства На бирже Твое мнение Что сейчас Будет самым эффективным Для того Чтобы начать Получать информацию Или Наоборот Как-то проактивные Действия Чтобы решить Вернуть Чтобы решить Проблему С Зависшими деньгами На бирже Что можно сделать Активные действия Мы молимся На морячка Что у него получится Разрулить Найти общий язык Со всеми конфликтными Сторонами Или со всеми Действующими Лицами Активное действие Это создать фонд Который Будет претендовать Во-первых На Векс Который Разберется В этой ситуации Потому что Тысячи человек Заявление Возможно Это привлечет Действие Регулятора Как ты себе представляешь Новый Собственник ДНР Дальше Биржа На которой Официально Ты на ней Никакие Наверное Документы Не оставлял Вероятнее всего Ты не захочешь Показывать Что у тебя Была Криптовалюта Как себе представляешь Собрать людей Которые Поднимут руку И скажут Да, действительно Я пострадавший Потому что Криптовалюта По закону Российской Федерации Она не является имуществом Поэтому Я говорю сейчас Не про законы Я говорю про то Что Это однозначно Будет потом Ты будешь внесен в список Людей Которые занимаются Криптовалютой Со всеми вытекающими И что Я вижу Ты же опытный Я просто говорю Что Люди Которые торговали На БТЦЕ Как правило Они понимали Что есть такой риск Но они Платили этот риск Для того Чтобы была анонимность Те кто не скрывается Те кто не скрывается Они торгуют На других Западных биржах Где есть полная верификация Они торгуют Со своего банковского счета Они не пользуются Кодами И так далее Поэтому Чуть-чуть другая Аудитория Я не уверен Что получится Собрать Как ты заведешь В Москве 100 тысяч долларов На биржу Без банковского счета Иностранного Которые тоже Гаки закручены Это коды Это проблема Люди Через кэш Заводили на векс И Вводили на другие биржи Если им не хватало пар Новички Торговали на вексе Да Последнее время Binance Bitfinex Стали более популярны За счет сервиса Ликвидности Суппорта Сейчас Процентов 50 Объемов В тезере Китайцы Активировались Мы сейчас затрагиваем тему Давай что делать Давай как решить Собраться Да Однозначно собраться Фонд Международный Претендовать на векс Кто будет Собрать этих людей Ты же понимаешь Люди сами не организуются Особенно в России В Украине организуются В России Нас консультирует Юрист Нас консультирует Павел Врублевский Известная личность Очень известная личность Майзуса Подключили в чат Есть активные Держатели У кого-то миллион плюс И скорее всего Они еще есть Поэтому я надеюсь Мы там оставим ссылку На чат Либо ссылку на спорты И как-то будем Оперативно реагировать На все запросы У кого-то сумма 10 плюс Ну либо Кто-то может А что ты можешь делать Ты же даже не можешь Построить баланс Мы можем Инициировать Возбуждение Главное дело То есть Твои действия Ты считаешь Что нужно идти войной Ты не веришь В мирное решение Я верю В мирное решение Но оно как-то Затянулось Во-первых Во-вторых Если на следующей неделе Не будет А что если Что должно случиться На следующей неделе Вижу заработать И начать функционировать И вести диалог С пользователями Почему Почему на следующей неделе Почему не сейчас Что случится На следующей неделе У меня единственный вариант Это Дмитрий Сможет найти Общий язык Со всеми сторонами И запустить ее А почему на следующей неделе Сегодня пятница Сегодня пятница Хорошо Почему я не мог найти Предыдущие тренинги У меня такие же вопросы Предлагаю тебе Вот связаться И задать Нет Спасибо Я не буду связываться Я вне политики Тем более Вне геополитики ДНР Спасибо Окей Ты подписал все еще раз документы Ты их уже передал Через юриста Будем считать Что ты уже не являешься Генеральным директором И собственником Векса Все карты Все возможности Все на стороне Дмитрия И тех людей Которые в его окружении Правильно Окей Соответственно Единственное Что сейчас ты предлагаешь Хочу повториться И подтверди Правильно ли я понял Твою мысль Это объединиться В некий фонд Людей Которые готовы Пойти И написать заявление Это не только Как жертвы Нам нужно это Для влияния На какие-то законы Потому что Ракип расписался В своей без помощи Законы Законы поменять Это Эпохи Просто путаешь Знаешь Это сейчас Технологии так быстро меняются Законы ты сейчас не поймешь Как ты поменяв закон Вернешь Деньги Которые у тебя зависли Никак Как минимум Нужно чтобы кто-то Разобрался В этой ситуации А кто может разобраться Кроме тебя Потому что только ты Знаешь что было внутри И только у тебя есть Контакты Делиться Действия происходили на территории Федерации В Москве То логично это Российские правоохранительные органы То есть опять все-таки Правоохранительные Отделка У нас государство Должно как-то защищать Свои граждан И нести какую-то Регулятивную Функцию Правовую Слушай Честно я мало Верю В решение Проблемы Именно таким Способом Предложи Хоть один Более адекватный И экологичный Вариант Не готов Но Милиция БТЦЕ ВЭКС В России Слушай Но выборы Трампа Как-то же Помогли Поэтому я думаю Здесь технологически тоже Должно справиться Ну возможно Ну по крайней мере То что Объединиться должны Те кто Пострадал Это факт Считаю да Потому что Сейчас каждый Там что-то где-то Сам у себя В тишине Это криптопартизаны Которые против регулярной армии Ничего не сделают Ничего не сделают Согласен Тем более регулярной армии ДНР Смешно Смешно да Окей Есть еще Что-то Сказать хочешь Вопросы Сейчас я проверю Какие-то Может быть пропустил Слушай На самом деле Я думал что мы с тобой обсудим Общие вопросы по блокчейн Количество ассоциаций Количество СЕО Супер крипто эксперты Каналы Которые предлагают 5-10 икс Спекуляции Да Очень большое количество Криптовалют Появившихся в последнее время Бирж Рынок как-то Размылся во-первых Во-вторых Он неэффективный Когда в Москве В один и тот же день На расстоянии Километра Проходят две Самые большие конференции Причем Каждая новая конференция Самая крупная С заявленным количеством Участников 10 тысяч человек Стоимостью 500 долларов Плюс А для спонсорства 20 тысяч долларов Приходишь в пустые залы Спикеры Одни и те же Ну проблем на самом деле Много Эта проблема Тут нужно просто Самоорганизовываться Ничего себе плохого нет У меня последний к тебе вопрос Он Несколько такой Абстрактный Конечно Немного По твоему мнению Возможно ли Сохранить еще Векс Вот на данный момент Космин ответил Да Грамотно запустить Маркетинг Вливание Агенты Вливание Какие Вот у меня это Следующий вопрос Твое субъективное мнение Сколько сейчас нужно Потратить Я не видел баланс И я считаю Что криптобалансов хватает Чтобы успокоить рынок И сделать Холодные кошельки Вроде бы до вчерашнего дня Не двигались Кроме там эфира На 18000 эфиров По-моему куда-то Ушло вчера Ну да Ребята пишут Что в чате Что там К счастью эфира ушла Разные истории Кто-то читал Что полмиллиарда На битках Или суммарно Полмиллиарда Еще есть Поэтому честно Не занимался аналитиками кошельков Если кто-то ее проведет Это как раз история МТГОКС Холодные кошельки БТЦЕ И ВЕКСовские кошельки Откуда что шло То есть Такой аналитики в блокчейне не хватает Так Ну что я надеюсь Мы хоть чуть-чуть Приоткрыли Занавес ВЕКСа Мы общались почти час Не могу сказать Что мне стало все понятно Наверное стало еще больше непонятно Очень много всего Много людей Много событий происходит одновременно Поэтому Ну что Дим Желаю удачи тебе Спасибо что попытался Разрабатываться В русско-ДНР Сказано Барбаре Да Ну в любом случае Держим на связи Если какая-то информация есть Давай будем тогда Максимально пытаться Потому что ВЕКС все-таки Хотим мы не хотим А влияет на весь рынок СНГ В том числе и На Украину Спасибо Спасибо тебе Удачи